Сейчас увидели другого гирострата. Увидели гирострата, который Саша принципиально другой. Это будет другой гирострат. Спустя 10 лет художественный руководитель театра имени Горького, вновь обращаясь к бессмертной классике Григория Горина, решил исследовать историю о поджоге храма Артемиды. И вновь он ищет ответ на вопрос, почему злодей гирострат становится властителем дум и сердец. И ответ Извинятский ищет в дне сегодняшнем. История, которая стала предметом, поводом для того, чтобы порассуждать. А чего-то с нами. Как мы себя ощущаем в этой совершенно новом десятилетии. И что нас ждет. И отношусь я к этому с юмором. Нужные интонации в современности находят вместе с актерами, многие из которых возвращаются к тем же ролям. Так исполнитель роли гирострата Александр Славский говорит, современные реалии диктуют интонации образа его нынешнего героя. Меня волнует, как все-таки происходит вот такая трансформация человеческая. Когда из такого ничтожества человек почти пришел к власти. Не почти, он руководит из этой камеры, из этой тюрьмы. Он, в принципе, руководит городом. И сегодня, я думаю, что попытка прийти в эту власть, она сегодня очень актуальна и знакома. Как остановить зло? Ведь человек должен быть строителем, а не разрушителем. Когда-то заявил Григорий Гурин. Сегодня в театре в полном смысле строят спектакль. Он обретает форму. На сцену вместе с актерами порой выходят то декораторы, то работники сцены, чтобы вместе создать новое творение о вечных ценностях. Ольга Сомкина, Павел Филатов, Панорама.